Девушки отдыхают И вот время перемен пришло С одной стороны Black Flag это все еще безошибочно узнаваемый Assassin's Creed Достаточно взглянуть на главного героя с его скрытыми клинками, повадками Человека-паука и манерой картинно прыгать ласточкой с любой подвернувшейся высотки Но вот окружающий мир уже совсем другая песня Уже при виде первых скриншотов хотелось лично выкатить разработчикам бочку Рому и щедро отсыпать золотых дублонов Ведь хороших игр про пиратов так мало А в душе все еще живут воспоминания ребенка, взахлеб глотавшего приключения капитана Блада Антураж выбран как нельзя лучше Вест-Индия, Карибское море, золотой век пиратства Пиратская романтика в видео обзоре от GamerInfo Якорь мне в глотку Если в третьей части корабельные сражения служили скорее довеском То Black Flag смело снимается с якоря и выходит в открытый простор В море здесь даже интереснее, чем на суше В наше распоряжение попадает собственный корабль Где предстоит вкусить прелести капитанской жизни Включая набор команды, превращение простенького судна в настоящую грозу морей И безумные побоища с градом ядер Со временем можно будет брать под свое начало другие суда Чтобы формировать пиратскую флотилию Но это все потом А в начале радует просто возможность поднять паруса И отправиться, куда глаза глядят Погнавшись за нагруженным золотом галеоном Вдруг теряешь до речи, увидев выпрыгнувшего из пучины кита Или замечаешь загадочный остров на горизонте Который обязательно хранит какую-нибудь кровавую тайну И вот уже герой крадется через джунгли в поисках артефактов майя Сверяясь с картой, найденной на изъеденном крабами трупе А вокруг качаются под соленым бризом пальмы И кричат попугаи Природа невероятно живописна Изменчивая погода добавляет реализма Вот только что над лазурными волнами сияло солнце А через минуту налетает жуткий шторм с молниями и шквальным ливнем И это не просто ради спецэффектов Погодные условия влияют и на ход морских баталий Симуляция окружающей жизни все так же убедительна Встречные бродяги, торговцы, солдаты и головорезы Занимаются своими повседневными делами И не забывают живо реагировать на происходящее Сражения на кораблях остаются не более чем аркадным развлечением Зато выглядит все крайне эффектно Окутанные дымом суда осыпают друг друга ядрами Паруса горят, обломки рушатся в кипящие волны Просто дух захватывает Когда приходит время идти на абордаж Игра цитирует знаменитую сцену из Prince of Persia Warrior Vision Герой летает на канатах над палубой Прыгает по мачтам и отчаянно рубится во главе своей команды При ближайшем знакомстве с пиратской Вест-Индии в голове вертится только один вопрос А к чему здесь вообще ассасин? Да пожалуй и ни к чему Скорее это просто успешный бренд, с которым создателям серии жалко расставаться В нынешней реальности вместо полноценного персонажа появляется некий безымянный сотрудник Абстерго А главное действующее лицо Эдвард Кенуэй На самом деле никакой не ассасин Несмотря на всю свою сверхчеловеческую ловкость Это просто искатель приключений, любитель выпивки и золотишко Которому на вековой конфликт двух тайных обществ вообще наплевать с верхушки грот мачты Да и фирменный наряд Эдсо Стайл достается ему по чистой случайности Главное для Эдварда карьера пирата А противостояние тамплиеров и ассасинов остается где-то на втором плане Мир вскоре становится полностью открытым Территория огромна и от обилия возможностей разбегаются глаза Морские дуэли, поиски кладов, исследования древних руин, охота на всяческую бегающе-плавающую живность Ну и еще контракты на убийство, куда уж без них Причем делается это не только удовольствие ради, но прежде всего пользы для Захват вражеского судна позволяет улучшить свой корабль В пиратском сундуке обнаруживаются чертежи новых апгрейдов А шкура крокодила послужит для создания полезного снаряжения Прямо как в Far Cry 3 Что бы вы ни делали, это практически всегда работает на развитие героя Так что понятия обязательного и второстепенного плавно размываются В сухопутных разборках мало что изменилось И это единственное, за что стоит критиковать Black Flag Миссии скучноваты и однообразны Механика стелса по-прежнему хромает, как одноногий пират на деревяшке Враги в упор не замечают Эдварда у себя под носом А если все же дело дошло до драки, строго придерживаются кодекса старых гонконгских боевиков Нападать по очереди Замешанные на паркуре преследования по-прежнему раздражают своевольным управлением Когда герой то утыкается лбом в стену, то прыгает непонятно куда и падает с крыши Мультиплеер работает по тем же принципам, что и в третьей части Основное развлечение — игра в кошки-мышки в толпе Когда охотник в любой момент может стать жертвой Присутствуют и другие режимы, вроде захвата контрольных точек Или переноски артефактов в качестве флага Assassin's Creed 4 очень хороша, как игра про пиратов Но по-прежнему слабовата, как игра про убийц-невидимок Впрочем, накопленный за 6 лет балласт в виде унылой слежки, нелепой маскировки и обезьянных прыжков по крышам Практически теряется на фоне морской романтики, шикарного пиратского колорита И возможности собственноручно загарпунить большую белую акулу Субтитры создавал DimaTorzok